Блеск, гламур, спокойная утонченность, декольте и большие воротнички. В будущем году будет модно всё. Стилисты говорят, в 2018-м можно смело идти на эксперименты. Сочетать бархат и шёлк, пайетки и кожаные брюки. В этом году популярны пайетки, всевозможные блёстки, перья, стразы, прозрачные материи, шёлк, шерсть, бархат. Очень замечательно будет такая накидка смотреться как с блузкой, так и с каким-то бельевым решением. Например, выбрав вот такую блузку или топ в бельевом стиле, вы будете очень эффектно смотреться на любое мероприятие. Что касается цвета, то актуальными в год собаки будут оттенки охры, жёлтого и лимонного. А ещё не стоит забывать о золоте, напоминает Алина Киселёва. Оно модно вне времени, так же, как и цвета чёрный и белый. Если на новогоднюю ночь подходящий яркий вариант ещё не нашли, то можно надеть вот такое чёрное платье а-ля Шанель. Или классический образ – белая рубашка, чёрные брюки, разбавив ярким аксессуаром. Прошбант украсит любую вещь, сделает её нарядной и актуальной. А вот как украсить дом по-новогоднему? Декоратор Екатерина Разгуляева советует всем не гнаться за модными тенденциями, а просто создать уютную обстановку в квартире. Свечи, запах мандаринов и хвои, немного огоньков – и вот в вашем доме уже царит новогодняя сказка. Ну и, конечно, не забывайте про главную красавицу на празднике. Нет, не женщину, про ёлку. Игрушечки могут висеть как золотые, так и серебряные. Не нужно бояться их совмещать с собой, потому что золото и серебро тоже может быть очень гармонично. Ещё ёлочка, чтобы была более объёмной, её можно немножко припорошить и снежком, и даже немножечко белой краской. Домашний декор можно сделать и самостоятельно. Например, на ёлочные шары прикрепить кружевную ленту или собрать игрушку из какой-нибудь ненужной броши или кисточек от занавески. Как это сделала Екатерина. Дом можно украсить еловыми ветками, присыпав искусственным снегом и одев пару игрушек. Главное – не бояться экспериментировать. И ещё один совет от Екатерины Разгуляевой – мишуру заменить на нити маленьких бусин. Это выглядит и современнее, и утончённее. Шампанское, мандарина, красный край, конечно же, тазик, оливье – все сразу представили новогодний стол. Но вот как разнообразить блюда в главную ночь года. Сегодня мы будем готовить вместе с шеф-поваром закрытый ягодный пирог по новогоднему рецепту. Готовьтесь, будет очень вкусно и жарко. Рецепт простой. Весь процесс готовки делим на два этапа. Первый – делаем тесто и начинку. В последнюю пойдут любые ягоды, которые найдёте у себя в морозилке. Для теста возьмём полтора стакана муки, стакан сахара, два яйца, сливочное масло и, самое главное, специи. Тесто у нас будет похоже на пряничное имбирное печенье. Здесь и специи есть, и какао, и имбирь, корица, бадьяна, гвоздика, кардамон. Всё, как вы любите. Но ещё одна изюминка, чтобы прям совсем пряное тесто было, я добавлю капельку чили в виде соуса табаско. Пирог отправляем в духовой шкаф при температуре 170-180 градусов на 20-30 минут. Друзья, наш пирог готов. Его нужно вытащить из формы. При подаче посыпать сахарной пудрой. Процесс приготовления такого аппетитного пирога занимает не больше 45 минут. Дмитрий Орловский делится и другими новогодними секретами для хозяек. Например, чтобы салат не заветрил быстро, сверху его можно посыпать тёртым желтком, заранее подсушенным в микроволновке. А привычное оливье можно подать в тарталетках или на листе салата. А если совсем хочется удивить гостей, то докторскую колбасу можно заменить на креветки или крабовое мясо. Ну а главный совет от нас – готовьтесь к Новому году с душой и креативом. Влада Миткова, Александр Мажаров и Егор Хребко, 6 канал.